Эфир телеканала ННТ продолжит информационная программа новости 24 в студии Хадижа Курбанова. Здравствуйте! И прямо сейчас о том, что ожидает вас сегодня в выпуске. 20 лет спустя Владимир Путин вновь посетил Ботлих. О том, как прошла встреча с ополченцами, через пару минут. Дагестанцы в налоговом капкане. 5 миллиардов рублей жители республики задолжали государству. Товар, на который всегда есть спрос – олени-рога. В Казбековском районе уже 45 лет работает ферма по разведению оленей. О том, как и для чего срезают рога животным – в сюжете наших корреспондентов. В Дагестан сегодня с официальным визитом прибыл президент России Владимир Путин. Он побывал в Ботлихе, где возложил цветы к мемориалу памяти выходцам района, погибшим в боевых действиях 1999 года и в других локальных войнах. После глава государства пообщался с жителями села и ополченцами, после чего все участники встречи сфотографировались на память. Отметим, визит Владимира Путина в нашу республику связан с 20-летием со дня разгрома банды международных террористов под началом Басаева и Хаттаба. Более 5 млрд рублей долги по налогам у дагестанцев. Такие цифры приводят Республиканское управление Федеральной налоговой службы. В основном это налоги на транспорт, землю и имущество. В Дагестане есть три задолжника с суммой свыше 10 млн рублей. Еще 24 налогоплательщика задолжали бюджету от 3 до 10 млн рублей. Всего в черном списке значится 150 граждан с общей суммой недоимки около 360 млн рублей. Городами-лидерами по количеству долгов являются Махачкала, Хасавюрт и Каспийск. За что уволили учительницу Махачкалинской школы и для чего в Дагестан приедут ведущие врачи из США и Англии? Об этом и не только. В кратком обзоре событий от Карины Баталовой. Врачи из США и Англии приедут в Дагестан. Об этом сообщил известный хирург Хасан Баи в своем аккаунте Instagram. Примерно с 10 по 15 ноября наш международный десант врачей готов высадиться в Ваши республики. 30 лучших врачей из США, Англии и России готовы прооперировать 60 детей с челюстно-лицевыми аномалиями, сообщил Баи. Операции проводятся от благотворителя организации «Операция улыбка». В Дагестане уволили учительницу, требовавшую внимания и подарков. В результате прокурорской проверки преподавателя 12-й школы столицы республики отстранили от занимаемой должности. Напомним, что в соцсетях широко распространилась аудиозапись, на которой слышно, как учительница требует от родителей передать ей подарки и деньги на ремонт и закупку парт. Предстоящий понедельник объявлен выходным. 15 сентября в республике будут праздновать День единства народов Дагестана, который приходится на воскресенье. Таким образом, выходной день решили перенести на понедельник. Соответствующее постановление уже подписано премьер-министром региона Артемом Сдуновым. В России наблюдается дефицит внуков. Об этом заявила заведующая лабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭО имени Плеханова Елена Егорова. По ее словам, в нашей стране в 1926 году на 100 бабушек и дедушек приходилось 542 внука, в 2002 – 87, а в 2019 – 81. В то же время общая темографическая нагрузка на группу 59-летних не особо значительная. На трех взрослых приходится всего два ребенка или старика. В Казбековском районе около 45 лет работает единственная на Северном Кавказе ферма по разведению пятнистых оленей, занесенных в Красную книгу. У фермеров здесь много заботы – от безопасности животных до срезки оленей-хрогов, которые активно используют фармацевтики. В заповедной зоне близ села Алмак побывала наша съемочная группа. Слово Луизе Раджабовой. В пятнистых оленей можно встретить и в горах Дагестана на высоте 1300 метров. Их здесь около полутора тысяч. В лесном массиве вблизи села Алмак уже много лет находится уникальное для региона предприятие. Занимает 830 гектаров леса. Впервые на эту землю олени попали в 1974 году. Основная продукция – хозяйство панты. Это рога оленей в период роста. Приятная на ощупь замшевая поверхность пользуется большим спросом фармацевтики. Считается, что лекарство, изготовленное из пантов, помогает от многих недугов. Будет оздоровительный, туристический. Построен корпус огромный на 100 спальных мест и коттеджи для семейных. Ванны, всякие ингаляции в виде гематогена, коктейли из этого панта. Оно очень благотворно действует на весь организм. Молодые, еще не закостенелые рога наполнены кровью. Она представляет не меньшую ценность для производства медикаментов, чем сами панты. С помощью специальной технологии и станков, поддерживающих нужный температурный режим, панты и кровь консервируют в течение месяца. Сейчас думаем совместно с инвесторами турецкой республики и с участием Алтайского института и их специалистами. Хотим тут открыть фармацевтический завод на базе панты, пантокрина и лекарственных травм. Совсем скоро на базе фермы можно будет отдохнуть и полечиться продукцией оленеводства. Здесь откроется оздоровительный центр. Проект уже готов, а пока олени бродят по горному пейзажу, радует глаз туристов. Луиза Раджабова, Магомед Магомедов, Новости ННТ, Казбековский район. Открытый турнир по мини-футболу в памяти героя Советского Союза Хан Паши Нурадилова завершился в Хасавьюртовском районе. За кубок боролись 56 команд. В финал вышли коллективы из Чечни и Дагестана. В решающем матче победу одержала дагестанская команда «Акташ АУ». Призеров наградили почетные гости из обеих республик. Главная цель турнира, по словам организаторов, – укрепление братских отношений. Я хочу сказать славу благодарности тем людям, организаторам, которые много здесь сделали, вложили для того, чтобы создать, для того, чтобы делать, дай вам здоровья, терпения и в дальнейшем развитии таких мероприятий и укреплять наши межнациональные отношения и дружбу наших народов. Всем удачи и спасибо еще раз. Боксер-профессионал Заур Абдуллаев оспорит титул временного чемпиона мира по версии WBC. Поединок дагестанского спортсмена против американца Дэвида Хэйни состоится завтра в Нью-Йорке. Битва легковесов, пока не познавших горечи поражений, возглавит вечер на малой арене Мэдисон-сквер-гарден. Абдуллаев – воспитанник Каспийской школы бокса. Профессиональную карьеру 25-летний спортсмен начал в 2017 году и уже одержал 11 побед. Последние годы Абдуллаев представляет Академию единоборств Екатеринбурга. Успех в этом поединке гарантирует ему статус обязательного претендента на основной пояс организации, которым владеет украинец Василий Ломаченко. Ну а это были все новости к этому часу. Следите за развитием событий в наших социальных сетях. Я с вами прощаюсь. Всего доброго. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...